Добрый вечер. Все это уже было не раз. Входил враг, устанавливал свои жесткие порядки. Вчерашняя жизнь отменялась, и вспоминать ее становилось преступлением. Полагалось жить по-новому, в строгом соответствии с иными правилами. Новый порядок, он, как правило, не знает пределов, не знает границ, не признает чужих, не отличается со страданием, и на поропощенных территориях, ведь известно, своих не бывает. Поэтому, чем жестче век, тем тяжелее доля покоренных, деваться тут некуда. В Москве, как вы заметили, новый порядок. Век уже не тот, кровь не льется, газовых камер уже нет. Власть пришла не фашистская, хотя на Берлин кивает при каждом удобном случае. На мой взгляд, слишком неосмотрительно, бравируя исторической сопоставимостью и возбуждая в населении определенные ассоциации. Тоже, в общем, далеко не самого позитивного порядка. Вошедшие в город инородцы не изобрели ничего нового. Все это уже было. Не раз. Если вы заметили, они начали с аусвайсов. Часть покоренных обязали согнуться за разрешением и выпросить у нового сапога аусвайс, позволяющий ехать к себе домой. Требование предъявить новому сапогу на согласование и утверждение маршрут и не сметь уклоняться. Помните, о чем это было? Это касалось владельцев пикапов, грузоподъемностью от тонны и выше, имеющих по неосторожности, по недосмотру новой власти, прописку в Центральном административном округе Москвы. Эти люди совершенно однозначно в одну секунду лишились права распоряжаться имуществом и были вышвырнуты из-под действия 19-й статьи Конституции. До этого момента они были как раз под синью 19-й статьи и их имущественные права были защищены вне зависимости от места проживания. Если новый сапог отменяет основной закон целой страны, значит, этот сапог выше, либо этот сапог свыше, что будет точнее. Следовательно, это оккупант, устроивший на захваченной территории собственный закон. Причем все это уже было. Оккупант назывался Гауляйтер, оккупированная территория называлась Гау. Если помните, была такая административная территориальная единица. Нынешнее отчуждение территории и ее вывод за пределы действия Конституции, как вы заметили, не вызвало никакой реакции у прокуратуры, у Следственного комитета, у Конституционного суда. Против Гауляйтера они оказались бессильны. Взволнованному народу, кстати, объяснили, так принято в цивилизованном мире. То есть, вот приблизительно так, оказывается, выглядит ситуация в Берлине. Нам же постоянно говорят, что все, что здесь происходит, вот сейчас в Москве, это же Европа. Вот она, оказывается, какая Европа. А поскольку нет предела ни в наглости, ни в скорби, то дальше случилась вторая серия. Называется «Резидентная парковка». Правило. Явиться всем собственникам на инвентаризацию личного состава с документами и доказать властям свое наличие, свои права и предъявить свою покорность. А в центре Москвы, как вы заметили, там ведь зажились разные люди, там много стариков, участников истории, ровесников улиц, домов. И многие из этих людей еще помнят события 41-го года на русской земле. Они помнят, как вторгшаяся власть обязала всех присягнуть, она объявила новый порядок и жестоко подавила тех, кто не покорился, замешкался, не присягнул, тех, кто возражал, тех, кто сопротивлялся. Даже были оппозиционеры, люди, которые ушли, например, в партизанские отряды. Все это было. А вот теперь, оказывается, старики обязаны выйти на улицу и отправиться с другими жильцами своей квартиры в окошечко, отведенное гауляйтером для раздачи милости в обмен на деньги. Причем в официальных документах написано, что если квартира была оформлена до 98-го года включительно, автовладелец предъявляет свидетельство о праве собственника лично. Сам должен прийти. Вне зависимости от возраста. А когда собственника еще моложав, то есть он как-то гибок спиной, пронырлив, он, например, умеет пользоваться компьютером, он может попытаться через интернет зарегистрироваться, получить все необходимые документы, либо, как это чаще всего бывает, получить очень интересное уведомление, там написано, услуга оказана. Статус исполнения услуги – отказ в предоставлении услуги. Без объяснения причины. Власть, эта власть никогда, ни в коем случае не объясняется с этими людьми, потому что ей эти люди никто. А в остальных случаях резидентные парковочные разрешения по решению властей города выдаются только с письменного согласия всех собственников жилья для удостоверения подписей. Такое согласие должно быть заверено нотариально. А если нет сил предстать лично, ну вот в силу возраста, как нет сил, например, доползти до нотариуса, в запросе о внесении в реестр резидентных парковочных решений города Москвы, даже перечислены вот в этом самом документе, который мы должны взять в ручки и лично отнести, там перечислены наиболее ожидаемые для построения в затылок друг к другу категории граждан позднего пенсионного возраста. Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, почетные старики, награжденные медалью за оборону Москвы, нужно подчеркнуть. Это не те, кто вправе на льготу претендовать. Это те, кто включен в обязательный список построения, прийти, показаться. Старики, на первый, второй рассчитайся, строй, с левой ноги шагом марш, к окошечку, которую Гауляйтер вам определил в качестве места поклона. Вот это и есть Европа, нам объясняют, что это именно так. Вот прильнуть к сапогу оккупанта, согнуться в поклоне у окошка надсмотрщика, выстроиться на инвентаризацию всех родственников, подозреваемых в умысле, неподчинении, отсутствии подобной лояльности, вот это Европа. Нам так объясняют, вот это она и есть. В Лондоне вся семья занимает на рассвете очередь, чтобы выпросить к обеду благосклонную надменность клерка в окошке должностью оккупантов, поставленного на определение дальнейшей судьбы правопользования. Или, например, в Берлине бабушку предъявляют как вещественное доказательство. Обеспечивая ее наличием, свою презумпцию невиновности. Есть такое, да? В Нейдерке через губу плюет в лицо каждому старику с недостаточностью справок и требует в следующий раз прийти и унизиться еще разочек. Вот как в этом письменном ответе. Отказ в предоставлении услуги без объяснения причины. Вот так вот делают в Пхеньяне на самом деле. Там, где вся семья по отделениям строится и вместе с сокамерниками взводно идет и получает порцию регламентированного счастья. Это в Магадишу надо вот так вот быстренько метнуться к босой ноге вождя и умело лизнуть, чтобы тебя не пристрелили. Чтобы тебе дали пожить, например, какое-то время еще. В своих привычных условиях они сразу на помойке. Это в Уламбаторе так принято. Начальник всегда занят. Вы принесли к нам не все справки. Давайте попозже. Ваше дело отложено. Вы потом зайдете. Мы вам объяснять, мы перед вами унижаться не будем. Мы вам не должны ничего объяснять. Это вы должны угадать, что там. Знаете, оккупантам на завоеванной земле все чужие. Там ни одного нет. Жалеть некого. Вот мы должны приспосабливаться. Так в Европе. Причем, что хорошо, ведь век-то мягкий. Потому что в прошлый раз это заканчивалось татуировкой на руке в европейском городе Освенциме. Это заканчивалось звездой Давида, нашитой на одежду в еврейском гетто в Варшаве. Это заканчивалось аусвайсом в европейской Праге. А теперь в Европе мягче. Вот как в Москве у нас сейчас. Вот она Европа. Вот так вот мы должны. Вот интересно, а если бы эти же самые люди управляли, например, транспортом не в Москве, а в европейском городе Грозном? Они бы старикам сказали, ну-ка быстро к ноге. Ползите всей семьей, предъявите старика с документами, с ПТСом. Мы будем сверять, а потом вам выдадим, либо не выдадим право у себя на улице ставить машину. Вот интересно, эти ребята, они бы там долго прожили? В чисто физическом смысле этого слова. Перерыв на новости. С движением в Москве все в порядке. Наш лось вполне ожидаемо, ну и в соответствии с собственной природой куда-то прется. У него семь баллов в пробочке, ну движение есть. А вот на Mail.ru картина совершенно трагическая. Десять баллов в движении нет. Вот даже интересно, при том, что у них карта совпадает. И в пятницу, в принципе, то же самое было. У нашего лося, ну в общем-то, именно так и выглядела карта города Москвы. Но почему-то в пятницу это было паническим остановленным движением. Никто никуда не ехал. Никакие лоси нигде не метались. А сейчас замечательно. Семь баллов. Очень хорошо ребята двигаются. Я рад за них. Хотя картинку Mail'а наблюдаю практически из окна. 65, 10, 9, 10. 9, 9 и 6. Причем 9, 9 и 6 это еще не только телефон, но и частота радиостанции. Приятная, кстати, игра. Антон, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Позвольте задать пару вопросов вам. Один из жизни помочь. Хочу вашу помощь. Другой после смерти. Видимо, машина умерла, нет? Нет, она не умерла. Купили жене новую машину Nissan Tide. У умершего дилера. Но вопрос не в этом. В то время, как она выходит из машины и дотрагивается до двери, чтобы закрыть ее, ее все током. Я сначала ей не верил. Но вот сейчас второй день езжу на этой машине, действительно так. То есть не просто, а довольно неприятно. То есть довольно сильное ощущение. Ну, статическое электричество, это в том числе часть вашей внутренней энергии, расплескавшаяся по салону. Видимо, вы эмоциональны. В советской жизни, если помните, на бампер вешали специальный антистатик. Такую вот резинно-металлическую штуковину, которая волочилась по земле и пыталась как-то и что-то сделать. В качестве претензии, это, конечно, было бы любопытно, приехать к любому дилеру Ниссана и заявить избыточное статическое электричество. Но они бы пошли по пути посмотреть, а что у вас с сиденьями, что у вас с электроподогревом, что у вас с одеждой. Потому что понятно, что не в районе запасного колеса зарождается этот избыточный заряд. Но найти его не получится. Но поискать, это, конечно, любопытно. — Понятно. Ехать к дилеру. Только к дилеру. — Но вы сами в состоянии что-нибудь сделать? По большому счету нет. — Нет, нет. Ну, вы знаете, у меня дилер умер мой недавно. Это был дилер Галф. Они то ли сейчас продаются, или пытаются продаться, или отдаться кому-то. Вот вы дали все свои машины за бесценок. И в том числе я купил намного ниже. — А почем вы взяли? Что значит намного ниже? Это сколько? — Да, это хорошая скидка. Мотор 1.6 или 1.8? — Мотор 1.6 и довольно хорошей комплектации. То есть тот же мейджер, не будь рекламы, предлагал мне такую же машину с скидкой 40 тысяч. А здесь почти в три раза больше. — Да. Ну, 136 — это по-любому весомая скидка. Приятно. Как хорошо, что наконец дилер скончался, и перед смертью он сумел сделать что-то полезное людям. Хотя, конечно, жалко, что при этом вас убьет током. На такой эффект никто не рассчитывал. Понятно, что у вас должны были светиться глаза от счастья, но не постоянно же, как только вы за дверную ручку хватаетесь. — Сергей, позвольте задать еще один вопрос. Чисто из любопытства сегодня с коллегами стояли, разговаривали, но так ни о чем не договорились. Почему именно Toyota так хорошо продается? Ну, не только в России, будь то в Америке или где-нибудь в других странах. Вот именно она. Она же одноразовая, действительно, машина, и сделанная из плохого плача. Мне ничего нет интересного. Но в чем ее сказочные продажи заключаются? — В каждой стране по-разному. Потому что, например, в Америке, там, где она и есть истинная одноразовая японская дешевка, она продается как дешевка. Ведь никто же там не покупает Toyota Corolla стоимостью полквартиры, как это у нас принято. Поэтому там ее популярность обусловлена тем, что она одноразовая, как тапочки. Тебе нужно доехать до супермаркета, ты берешь Toyota, доехал, дальше выбросил и пошел уже за приличные машины. В странах, где папуасы недоедают и вечно голодные валятся с пальм, потому что у них от голода отвалились хвосты, там эта машина тоже продается не как у нас. Не по таким ценам, не по таким зверским. Но в целом это говорит о мастерстве продавцов. Вы помните, например, рекламный слоган зубной пасты Colgate «Защита от кариеса номер один в мире и звездочка стоит». В скобочках написано «По результатам продаж». То есть не по качеству зубной пасты, не по химическому составу, не по реальной борьбе с кариесом. Просто по количеству проданных тюбиков. А почему именно Toyota? У японцев уже достаточно много, там, Тотленистан, Сузуки, там, и прочее-прочее. Вот именно Toyota. И позиционирует она себя как бренд номер один, там, в мире по продажам. По продажам они ведь действительно лидируют, но просто Toyota из них самая умная. Потому что сколько раз вы, видя японский продукт, японский подход и японское качество, убеждались в том, что среди японцев количество неумных людей такое же, как среди папуасов Африки? Вы сколько раз видели, что японцы, они абсолютно идиоты? Ну вот, к сожалению, на самом интересном месте. Так вот, у японцев есть такая особенность, они очень часто бывают недоумками. И остальные недоумки, они достаточно стандартно себя ведут. А здесь товаром торгуют очень талантливые люди. И молодцы. Они берут одноразовую дешевку и впаривают ее, как очень приличный товар. Они при этом все-таки имеют легкий азиатский прищур во взоре. Поэтому никто не видит сквозь глаза, сквозь эти прорези, уколы совести и попытку отвести взгляд в сторону. Нагло прут вперед. И эта наглость, она, как видите, вызывает у людей почему-то стремление полезть рукой в кошелек. Хотя вот все остальные, ну, хотели бы так же нагло себя вести, но не получается. Там ни у Сузуки не получается, ни у Ниссана. У Ниссана в последнее время, в принципе, посмотрите, какая деградация модельного ряда. Ну, в общем, она и у Тойоты, конечно, есть. Но у Ниссана она наиболее заметна будет на нашем театре военных действий. Ведь за последнее время сколько достойных моделей у Ниссана деградировало до уровня одноразовой побрякушки. Ну, вот был, например, там, великий Ниссан Патрол. Выродился. Как интересно, был заявлен целый класс автомобилей под названием X-Trail. Все, вот, на третьем поколении кончился X-Trail. Какая любопытная была автономная машина Кашкай. При всем при том, что он обязательно красный, и внутри прилагается девочка с белым айфоном. Тем не менее, одно поколение, все, и он стал просто придатком того же самого автомобиля, в которого деградировал теперь X-Trail. Какой был интересный аппарат Тирана, он же под Finder. Все, больше не будет. То есть, буквально один-два эволюционных витка, и хорошая идея выхолачивается и падает до абсолютного нуля. Превращаясь просто в побрякушку и в попытку заработать на имени. У Тойоты, вот какая, например, была удивительная девальвация RAV4. Первый раз такой фан-мобиль для скакания по барханам. Ой, как было интересно. Маленькая, коротенькая, игривая машинка. Ничего подобного не было, такой послесловик русской Ниве. Просто русские не смогли довести идею до ума, а японцы ее подхватили, творчески предложили, получили ведь невероятный эффект. Все, нынешнее поколение RAV4, ну да, ну, полноприводные короллы. И чего? Автономного в ней ничего нет. Вот эта деградация, она говорит о том, что умных людей все меньше и меньше. Принимают решения довольно часто люди, которые, ну, к сожалению, не обладают достаточным пониманием, что такое хорошо и что такое плохо. Но при этом отличная сбытовая сеть. Любой товар можно впарить. Вот у нас в стране тоже практически любой товар можно впарить. Создашь легенду, и все нормально пойдет. Ведь мы как раз страна, в которой очень много было заявлено несуществовавших никогда брендов. Никогда, нигде в мире не было Карло Пазолини. Бац, настоящая обувь итальянская. Карло Пазолини. Никогда не было вот этого убожества под названием Витек. Есть такой Витек. Витек, это же Австрия, посмотрите. Это же такая шикарная бытовая техника. В мире ее больше нигде не существует. Эрих Краузе, вот эти вот канцелярские принадлежности, это наша фирма, назвался иностранным словом, придумал хорошую рекламную кампанию. Через пять минут вокруг появляется туча людей, которые говорят, слушайте, да не, ну старина Эрих Краузе, да это же... Я ж помню, у меня дед практически ручками, Эрих Краузе еще приказ о капитуляции Германии подписывал. Отличная фирма. А Витек, да вы что, ну кофемолки Витек, ну в натуре. То есть, вот в нашей стране эта сказка, особенно если она с каким-то иностранным оттенком, она совершенно шикарно пробивает в сознании людей, неокрепшем сознании людей, свою маркетинговую нишу. Сколько у нас авторов, писателей, перед тем, как выйти на наш российский рынок, писали под иноземными псевдонимами? Прикидываясь англичанами и американцами. Потому что если это написал американец, мудрец, писатель, если написал Вась Пипеточкин, да нахрен он никому не сдался. Хотя на самом деле написал это Вася Пипеточкин, но просто подать нужно. Тойота прекрасно пришла, великолепно сыграла. Это не одноразовая японская дешевка, мы в этой стране создадим иллюзию того, что мы очень серьезные, крутые ребята, у нас нас настоящее японское качество. Не будем вам говорить, откуда оно у нас добывается. Поверили? Поверили. В эту рекламу сколько денег вложили? Много. Результат есть? Есть. Молодцы. На русскую неокрепшую психику японское давление. Перерыв на новости. Нашлось и не краснеет. У него 7 баллов, хотя написано на сайте пробки и красненький сигнал светофора. Но движение есть. У Мэйла 10 баллов, движения нет. 65, 10, 9, 9 и 6. Вы не поверите. Но это наш Магомед. Магомед. Добрый вечер, Сергей. Целую неделю у вас не было? Так долго. А я никак не мог дозвониться. Да что такое? Магомед, вы всегда это талантливо умели делать. Ну, видать, талант мой ушел в отпуск, видать. В отличие от меня самого. Нам покой только снится. Скажите, Магомед, а вот если бы, предположим, нынешняя столичная власть со своим подходом к нашим старикам была бы в вашем родном городе и потребовала бы, чтобы вы притащили своих старейшин на опознание с документами, чтобы вам так уж и быть выдали, либо не выдали право парковаться у себя дома. Как долго эти люди бы ходили по вашей родной земле? Ну, я, конечно, не счастлив. У нас они стреляют. Но я думаю, что к ним в первую очередь подошли бы их собственные родители. И как бы так, как у нас детей наказывали раньше до введения европейских прав и норм, их просто через коленку и прям как детей. Я бы посмотрел на это, это было бы любопытно, если бы вот сюда приехал папа из Эстонии и через коленку перегнул сына и сказал, что даже если ты и киваешь на Берлин, не нужны тебе ассоциации с фашистом, сынок. Давай все-таки ты не будешь говляйтером. Тут проблема в другом. Если ты киваешь на Берлин, будет добр сделать, чтобы у людей жизнь была такая, как в Берлине, а не только мучения. Скоро, как в Берлине у нас, я не удивлюсь, у нас будет еще и, скажем так, на детских площадках висеть расписание, когда там можно детям гулять, когда собачкам, а когда дедушкам. Ну, собачки там у нас иногда с дедушками. Дедушки бывают с ночи там забыты, лежат. Да, да, да. Дети вообще большая редкость на детских площадках, особенно после того, как их стали покрывать специальными покрытиями, об которые расшибаешься, как в анекдоте до подоконника, только ушки доехали. Это, знаете, не для каждого организма. Ну, они домашние животные, там пасутся регулярно, поскольку чисто. Ну, там только домашние животные пасутся, как ни странно, на детских площадках, но иногда бывают еще, так называемые, сини-рыцари. Бывают, да, эти там живут. Да, они там тоже зимуют, и тут стоит вопрос такой, а для кого эти площадки строят? Для детей или все-таки для выгульщиков собак и для синих рыцарей? Ну, тогда, наверное, с них надо было собирать налоги и прочие сборы на площадки, на обустройство площадок. Но, к сожалению, собирают с нас, с родителей и детей. Потому что мы наиболее подвержены боязни шантажа. Да, да. Ну, что, вот не дадите денег, не пустим ребенка в школу, в садике еще куда-то, не дадите денег, машину заберем. Ну, я думаю, вы в курсе, что сейчас на Дальнем Востоке происходит. Там, правда, прокуратура очень быстро заинтересовалась сотрудниками ГАИ. Было бы это дело в Москве, я думаю, она бы долго не интересовалась. Когда автомобили лишают регистрации под шумом, что это не автомобиль, а распин. Ну, да, конструкторы те самые. Да. Как ни странно, там прокуратура этим делом заинтересовалась, и Следственный комитет. И ГАИ очень быстро перестали это делать. А в Москве, я думаю, они бы не переставали, пока все машины не лишили бы. В Москве они по любому случаю не дергаются, потому что, когда вдруг люди, живущие в центре и обладающие пикапом, получили поражение в гражданских правах, и выяснилось, что они обязаны ползти на четвереньках и доказывать свой маршрут, прописывать его, получать специальную справку, разрешающую тебе, собственнику машины в родном городе, ездить по строго оговоренному маршруту, с запретом с него сворачивать штраф в пять тысяч рублей под его угрозу, прокуратура даже мяу не сказала. Ну, мне, слава богу, повезло. Я все-таки не живу в центре Москвы, но если бы я был владельцем пикапа, мне такое предъявили, я думаю, я бы не стал молчать. Я как раз из разряда людей, которые, скажем так, не любят молчать. Вы же увидели, что по поводу пикапов все смолчали и власть позволят. Поэтому появилась резидентная парковка, когда, ну-ка нам предъявите свою бабушку, недобитую в немецком концлагере, мы хотим полюбоваться на нее. У нас в Берлине так принято, это Европа. Дайте нам бабушку. Я не помню, чтобы где-нибудь в Европе вообще что-нибудь подобное происходило. Хотя в 41-го года, да, в 39-м году тоже такое было в Европе, да, бывало. И Клаус Барбье знаменитый, шеф Лионского гестапо занимался практически тем же самым. Да, я думаю, наши власти, конечно, смотрят на Европу, но у них какая-то призма неправильная. Она смотрит на Берлин 30-х годов. Конца 30-х, я бы даже сказал. Ну, им кажется, что они смотрят как-то иначе. Хотя Берлин, например, 30-х годов, это тот самый город, в котором был на ближайшие века решен вопрос с зайцами. Если помните, решили его очень однозначно. Взяли и расстреляли. Так же, как в Таджикистане решили вопрос с автоугонами. Или там в Казахстане и так далее. Там нету автоугонов, потому что угонщиков берут и расстреливают. Ну, Россия специально... У них это расстрелила статья. Знаете, в Китае, на самом деле, тоже очень много ставят к стенке, но в Китае не все преступления искоренили. Ну, это Китай, там их много. Очень, очень. Там избыточное много. Но никто не знает, на самом деле, никто не знает, сколько, потому что китайцы каждый раз заявляют полтора миллиарда, а потом отводят свои узкие глазки в сторону и говорят, ну, на самом деле, мы этого не знаем. Ну, плюс-минус-минус, еще полмиллиарда. Но, реально, там чуть больше миллиарда. Там миллиард сто, миллиард двести. Ну, да. И, опять же, наши власти, когда, ну, грубо говоря, вот я, как лицо кавказского националиста, я прекрасно понимаю, что у нас власти примерно так же, как Германия. Разве что, слава богу, нам звездочки не выдают. Ну, погодите еще. Ну, погодите. Это сейчас же начинается ведь. Вот скинхеды, которые так решительно заявляют свою гражданскую позицию, они как часто фигурируют по итогам судебных заседаний в качестве людей, получивших там какой-то срок или что-то? Только, по-моему, один единственный раз был, когда они случайно депутаты завалили. Я специально занимался этим вопросом. Мне было очень интересно, куда деваются скинхеды, когда они подрастают. Я довольно долго шел по следу, задавал многим экспертам и специалистам этот вопрос. Потом я обнаружил кладезь позрослевших скинхедов. Выяснилось, что они идут работать в полицию. Да. Да-да-да-да. У нас в нашем веселом городе Лобния половина полиции – это бывшие скинхеды, которые ходили по электричкам. Там, скажем так, люди и бутскали. Есть такое выражение у них. Знаю. Есть. Не русских. Так что вот такая вот тема. Спросить я хотел по поводу линкрузер Прадо-90. Ух ты. С пробегом. Человек за 10 лет на нем накатал чуть больше 150 тысяч. Ну, всякое бывает, конечно. Хотя мы же с вами очень подозрительно не на пустом месте. Нет. А там человек просто ездил, живет в Лобнии, работает в Шелеметьево. Ездил, грубо говоря, от Лобнии до Шелеметьево. Там 4 или 5 остановок автобуса. За 10 лет он столько умудрился накатать. Что от этой машины нужно ожидать? Ну, вообще, в принципе, дальше на общих основаниях. Потому что 100 тысяч износа деталей, сделанных непревзойденными японцами, с фантастическим японским качеством, тем не менее, имеют точно такие же последствия по законам физики, как и сделанные китайцами, румынами, поляками и шведами. Нет. Ну, все-таки надо учитывать, что 90-е Прадо все-таки делался еще в те времена, когда машины были неодноразовыми. С одной стороны, да. С другой стороны, Магомед, вы когда последний раз видели, кроме этой машины, живой 90-й на улице? Не криминальный. Ну, вообще, вот так. Знаете как, вечная машина. Сносу ей нет. 90-й был, потом пошел 120-й. Вот вы когда 90-й видели последний раз, что полз? В Москве очень редко. Очень редко. А машина вечная? А машина не ломается? Ну, 90-е я видел в большом количестве на джиперских слетах. Вот она там ездит наравне с 80-м и сотным круизером. Очень даже замечательно. Правильно. После того, как ты вложил в нее еще в три конца остаточную стоимость, увеличив ее до 2-3-4 миллионов, ну, уже бесполезно ее продавать. Потому что за 4 миллиона ты ее не получишь обратно никогда, то есть не отобьешь эти деньги. Дальше уже рубишься по бездорожью. Я бы тоже не стал продавать. Понятно. Ну, мотор в целом у нее, вот этот, который... Там же японские иногда мелькают, которые трешки. И тот, который под Европу 3-4, который... Там именно трешка. Японский дизель. Ага. Японский дизель. Ну, вообще, он большая редкость. Вот японский дизель. И машина праворульная. Она еще и праворульная? Да. А, Семен Семенович. А в Японии она тоже, в общем, какое-то количество времени прибежала. Но, Магомед, тут вопрос уже в другом. Вам зачем правый руль? Мне он незачем. Мне он... Поскольку за нормальные деньги, с левым рулем, нормальную машину в нашей стране, получается, не купить. Если американцы возмущаются, почему у них за 25 тысяч всего два кроссфайра дают, это для них мега дорого. А в нашей стране почему-то даже Жигули меньше 15-20 тысяч не стоит. Да, но, Магомед, правый руль... Не, все. Закончились времена правого руля. Тем более, у нас власть, вы знаете, она же с очень доброй улыбкой, она же все для людей. Поэтому в какой-то момент вы там проснетесь, опять-таки, вне зоны действия закона. Ну, будет запрещен. Либо техрегламентом, либо правилами техосмотра, либо правилами пролета по Кремлевской набережной, либо еще чем-то. Либо углом отражения от светоэлементов в районе лобового стекла. Неважно. Будет запрещен. Потому что Дальний Восток все-таки весь пинками загнали в зону левого руля. Хватит, побаловались. Государство вернулось, почувствуйте власть. И вот именно поэтому, отчасти поэтому, правый руль продается дешевле левого, потому что перспективы его не ясны. А они, на самом деле, однозначно под запрет. Ну, я все-таки рискнул поеду. Потому что не умею я столько денег воровать. Магомед, ну а родственники... Хватывать не дают. А курсы повышения квалификации в нашей воровской стране, ну, таланты меня скудеют. Может быть, какие-нибудь там сертификатики. Ну, не все же АЕБ покупают. Можно же и в карманники пойти. Ну, так воспитали меня по-другому. Ну, это проблема. Да, это проблема. Ну, вот 125 лошадей этого трехлитрового турбодизеля, они, на самом деле, трудятся хорошо и очень достойно. И, скорее всего, к мотору претензий не будет. Тем более, вряд ли человек выезжал за пределы из зоны хорошей солярки в зону беспощадной солярки. Хотя этот двигатель, ну, в общем, худо, бедно, в состоянии держать и не очень хорошую солярку. Но правый руль, ну, вот вообще не советую. Ну, просто вот... Ну, в крайнем случае, можно, кажется, поехать на разборку и переставить торпеду с рулем. Уй, ну, какой кошмар. Это большие деньги. Да, потому что нужно будет переваривать обязательно дворники все. И по светотехнике, и маскировать ее всячески, и получать в клейке документы? По светотехникой вообще все замечательно. Сейчас, например, езжу с леворульными фарами. Потому что, грубо говоря, точно такая же машина была леворульная. И такая веселая компания Депо производит леворульные фары почти для всех пароврульных машин. И стоят они божеских денег. На вашем Одиссеи? Ну, на Одиссеи в том числе. Ой, такая коллекция правого руля. Пора переходить на левый. Новости. Егор Габов очаровательно совершенно написал. Он зашел сегодня впервые на сайт Финама, чтобы полюбопытствовать, как я выгляжу. Так вот, Сергей, вы абсолютно не так выглядите, как я предполагал. Егор, вы бы зашли куда-нибудь в Facebook ко мне, посмотрели бы. Там я выгляжу так, как даже я не предполагаю. Вопрос по поводу смены Киа Церата и третьего ТО. Да, если машина набегала 45 тысяч, масло в коробке менять однозначно абсолютно. Если официалы не соглашаются, меняйте официалов, потому что дилер, в принципе, не откажется получить у вас какое-то количество денег. А вот стоит ли пересаживаться на Infinity FX, даже не важно, 35 или 37, считайте по налогам. Машина не самая удобная, достаточно прожорливая, но она очень интересная. Ездить на ней точно не скучно, при этом все-таки машина американская. То есть она не является эталоном управляемости, у нее не самая хорошая настройка по тормозам. Но то, что вам будет с ней не скучно и, в общем, даже как-то неплохо вы ее продадите, это да. Поскольку внешность у нее, особенно вот у 35-й, весьма достойная. 37-я это машина уже такого Бэтмена, который очень сильно ударился головой об землю. Максим пишет, но более трагично, по поводу Ховера 5-го. Либо он ставит вопрос по-другому. Что я могу посоветовать из внедорожников ценой до 800 тысяч. Максим, трагизм вашей ситуации в том, что вы приходите в ресторан и, имея в кармане руб 50, говорите, так, официант Сергей, посоветуйте мне, какой бы икорочки вы так вот на бутербродик, при том, что у меня явно не хватает ни на икру, ни на бутерброд. Но в вашей ситуации вместо красной или черной икры остается икра заморская, баклажанная. 800 тысяч. На вторичном рынке вы можете найти все, что угодно. На первичном рынке с этой отметки стартуют пикапы, которые все-таки внедорожники. Но Ховер 5, машина с кузовом универсал, полноценным уже кузовом для внедорожника, за 800 тысяч. Если вы, друг Максим, узнаете, дайте депешу, прибегу вместе с вами, куплю два. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Первый раз позвонил вам и сразу дозвонил. Вы, наверное, просто счастливый человек. Вам везет. Очень. Спасибо вам за передачу. Мне очень приятно вас слушать. Спасибо. Я даже стала немного понимать, из чего состоит то, на чем я езжу, как бы, да, и вообще все ездят. Ужас, из чего состоит. Ужас, Анна. Даже не берите это в голову. Анна Каренина, которая попыталась постичь какие-то смысловые и ключевые позиции, не совладала с информацией, бросилась под паровоз. Не надо, не перегружайте. Ну, я вообще-то знаю, где руль, газ, тормоз, переключение скоростей, и даже где бензобак открывается. Избыточная информация. Ну, вопрос у меня такой. Вот мы с мужем вдвоем шесть с половиной лет ездим на Хундае на нашем Сунтафе. Вот, 2,7 бензин, сто две тысячи наездили, и, в общем-то, все у нас совершенно неплохо. То есть, как бы, этого коня жалко отдавать в другие руки. Вот, но, как бы, хочется уже иметь на двоих две машины. Правильно. Потому что ездим и в разные стороны. Вот. И так как я, в общем-то, привыкла, ну, больше ни на чем я, собственно говоря, и не ездила, да. Хочется повыше сидеть, но никак не хочется никакую маленькую машинку. Вот. И мой выбор совершенно был эклектичный, и кидал мне разные стороны. Сначала я посмотрела на Делстер. Ну, думаю, подешевле, да, ну, вроде бы и нормально. Но что-то они такой ценник задрали совершенно, ну, приближается к тому, за сколько я брала Хундай. Ну, а, соответственно, вот. Анна, простите, перебью. Вы заметили, что у нас же инфляция 6% в стране всегда? Ну, совершенно точно. Вот так, вот она и есть. Мне кажется, 5,95 даже. Да, да. Где-то так. И вот у меня как-то направилось в Судзуки Джимни. Думаю, ну, и что, вроде маленький как-то ездить. Вот. Ну, он совершенно такой, ну, такая узкая машинка, хотя и маленькая. Но там ничего будет нормально. И еще я подумала, Сунгкенг Кайрон. Все-таки там покомфортнее. Ну, вот. Что? Ну, в пределах, конечно, вот таких стул. Что вы мне скажете? То есть предел, на самом деле, у вас где-нибудь, так, 1900, грубо говоря. Ну, даже и на 100 бы меньше бы. А вот ничего нету, потому что единственная приличная техника здесь – это джимник. Простите. Джимник – это реально мужская машина, она внедорожник. Но она непривычна в том отношении, что у вас все-таки была штуковина, ну, пока есть. 2,7, V-образная шестерка, совершенно другой отклик на педаль, совершенно другой запас мощности. Получается, что вы в свободе маневра, надо чуть порище, надо чуть помягче, и если что, можно объехать. Джимник, он узкий, на нем рулить резко не получится. Как только вы эту лошадку подрубаете поводом, она встает на копыточку слева или справа и начинает заваливаться, потому что она узкая и высокая. И эта машина, в принципе, любая машина потребует перенастройки вашего водительского отношения к действительности. Потому что Санта-Фе – большая, тяжелая, вальяжная, с мощным мотором. Поскольку ничего подобного вы не покупаете, переходите в другой класс машин, а Кайрон я вам не советую, то получается, что либо Джимни, либо Дастер. Дастер – это очень хорошая легковушка с широким диапазоном. Но вы же наверняка хотите автомат? Ну да, я знаю, что на полном приводе автомат будет только в Марсе. Причем он будет на самом плохом в истории Франции автомате. Ага. Так что не стоит его ждать. Да, вот на том самом, который нам всем показал Кукиш без масла. И на этом все с Дастером, с автоматом. А сейчас такие же стоят? На полном приводе на Дастер. Сейчас там стоит, не помню какой, надо лезть под капот. Потому что я на Дастере ездил очень много сладостраста на ручке. И на ручке, на полном приводе, на двух литрах, это было достойно. Ну, правда, я ездил там, где дорог не было. Да, внедорожником он оказался вполне. А Джимник, он, тем не менее, правильный выбор. Потому что он маленький городской автомобиль, и он способен поехать там, где не поедут остальные. Вам просто нужно будет взять и заставить себя его полюбить нежно. Он заднеприводный. У вас машина переднеприводная. Он узкий. У вас машина широкая. Он высокий. Ваша машина была не с такой парусностью. Он двухдверный. А вам иногда нужна задняя дверь. Но при всем при том, Джимник, это очень правильный автомобиль. Либо вы идете на вторичный рынок, либо по-другому. Вы отбираете у мужа Санта-Фе и говорите, дорогой, я сделала тебе подарок на Новый год. Ты свободен. Понятно. И он идет покупать себе новую машину, после чего звонит мне и говорит, у меня жена отобрала Санта-Фе. Что купить? Джимни, Дастер или Кайвен? Ну, я все-таки себе хочется, мне новенькую. А новенькая машина, да еще внедорожник, да еще за приемлемые деньги, это Паджеро, либо Паджеро Спорт. Это полтора миллиона. Это мужа нужно сдавать в аренду еще на какую-то работу. Чтобы у него была другая зарплата. Ну да, варианты есть, я поняла. Особенно по мужу? В любом случае, переучиваться либо на Дастер на ручку, либо на джимник на задний ведущий привод. Наверное, легче мне переучиться, чем перевоспитывать мужа. Либо вы пробуете в районе миллиона купить себе просто кроссовер какой-нибудь тот же самый АХ-35 или что-нибудь там Кия. Да там речь не идет о миллионе. Там что-то они накручивают вообще. Конечно, Хундаи, они как-то потеряли меня как клиента. Ну, они же настоящие европейцы. У них же настоящее качество. Вот отсюда и ценник. И очень хочется кушать. Сейчас у них будет небольшая просадка. Сейчас тем более будет с небольшой просадкой по цене Форд Куга перед Новым годом. Он будет продаваться по выгодной цене недолго. Ну, вот как раз до 31 декабря, до убоя курантов. Но, тем не менее, у него мотор 1.6, на годика три его хватит. Мотор 1.6 будет с турбиной постоянно работать в режиме избыточной нагрузки. И Форд, в общем, не рассчитывал на то, что он будет вечным. Но кроссоверов много. Вот аналогов Дастера. Но они же все стоят миллион. Да, да, да. Это ужасно. Тем более, что вот вы, когда покупали машину 6,5 лет тому назад, рынок был другим. С тех пор, благодаря тому, что инфляция у нас абсолютно управляемая 6%, а доходы наши растут совершенно потрясающими темпами. Просто геометрической прогрессии. Да, да, да. На зависть всем. Вот у нас бюджетники-врачи получают дикие деньги, учителя-бюджетники дикие деньги, а москали так просто клятые объели всю колбасу опять в стране. Поэтому у нас великолепная ситуация для того, чтобы покупать машины стоимостью реальной в 200 тысяч за полтора миллиона. У нас так и принято. В этой связи вам будет трудно. Трудно. Мне немцы говорят, ну что, вы ж русские богатые, да. Мы очень богатые. Знаете, любая папуасия очень богатая. Потому что если посмотреть какую-нибудь Нигерию, там те, кто покупает машины, тоже покупают их по совершенно несосветным ценам. Остальные просто отстреливают тех, кто их купил. Ну или в ЮАР, о которой мы сейчас с удовольствием узнали, что, оказывается, Нельсон Мандела, царство ему небесное, построил шикарную страну. Аж завидно. Там такой геноцид против бледнолицых, что, да, действительно, достижение. Мало кто смог подобное позволить себе. А кто слушал, молодец. На этом понедельник закончился практически во всех смыслах, кроме информационной программы, которая идет после меня. До завтра.